я тут пытаюсь заварить себе чай для вопроса ответа заварил не хочу пить пакетированный здесь есть пакетированный ой где мой стакан он так крепко заварился я просто хочу его разбавить кипятком заливаем готова заварил чай привет китай у меня темно я прям снимаю сегодня сегодня же выложу это видео вопросы вы мне как всегда задаете в инстаграме так что если вы не подписаны на мой инстаграм подписывайтесь обязательно и по-моему не очень хороший свет у меня тени под глазами из-за освещения чему что-нибудь я выключу здесь подождите я так вам говорю подождите как будто я не буду вырезать этот промежуток по-моему так лучше но единственное думаю что будет плохое качество видео потому что не светло вообще люблю снимать днем когда хорошее освещение кстати я подгорел точнее подгорел а загорел вкусный чай итак давайте я подготовил вопросы а еще хотел сказать что я так люблю свой отель и вам его попозже покажу буквально через несколько дней будет первое видео из китая из вот центра где сейчас нахожусь здесь все сделано по фэншуй и мне здесь безумно комфортно и здесь уже целую неделю и я не могу на себя смотреть в экран потому что я какой-то супер красный нужно будет какой-нибудь фильтр добавить итак давайте приступим к вопросам какую музыку ты любишь слушать при перелетах и какая песня у тебя вызывает бурю эмоций вообще про музыку вы мне постоянно спрашиваете и наверное вы не все до сих пор знаете у меня есть телеграм-канал и в телеграм-канал я почти всегда каждый день скидываю музыку которую я люблю и обычная слушаю довольно таки спокойную такую знаете меланхоличную грустную музыку но если вы не хотите подписаться на мой телеграм-канал в принципе не надо я просто назову тех кого я люблю это например джеймс план джеймс артур эд ширан сэм смит очень вкусно и так следующий вопрос какие простые истины ты сам для себя открыл мы все хотим быть счастливыми практически у нас у всех наверное у 99 и 9 процентов людей желание быть счастливыми мы хотим чтобы мы были счастливыми мы хотим что наши дети были счастливыми наши родители бабушки дедушки чтобы мы все в целом весь мир был счастлив и просто давайте дадим друг другу быть счастливыми и все потому что в этой жизни кроме каких-то глобальных проблем экономических проблем и так далее многие проблемы мы создаем сами себе и иногда люди несчастны только потому что другие люди не хотят давать им этого счастья из-за каких-то там социальных норм из-за каких-то там предубеждений из-за каких-то традиций из-за религии и вот из-за всякой всякой чепухи поэтому для вещь от очень важно чтобы общество просто не мешало быть другим людям счастливыми и все как то так я не знаю на самом деле это потому что я прочитал книгу которыми подарила ульяна и там очень много все сказано про счастье там неоднократно про это говорили следующий вопрос что больше всего ценишь в людях три качества парням и девушкам наверно не буду говорить про три качества что я больше всего ценю я ценю открытость это мне очень важно если мы можем поговорить на любые темы и мне вообще очень важно разговаривать своими друзьями своими знакомыми обсуждать различные темы например с ираквием ульяна и кости кириллом стаса мы обсуждаем абсолютно все всегда абсолютно я не знаю сексизм феминизм всякие жизненные ситуации политику религию мы пытаемся докопаться до очень многих проблем психологических почему мы так устроены и почему мы совершаем те или иные поступки и и так далее то есть мы обсуждаем очень много всего и это реально помогает поэтому для меня открытость в плане общения очень важно терпимость и толерантность тоже очень важно я не смогу общаться с людьми какими-то расистами нацистами и гомофобами сексистами и тому подобное поэтому это тоже очень важно какой-то положительный настрой мне не нравятся негативные люди которые во всем видят негатив это тоже очень плохо поэтому наверное вот это вот самое ключевое что мне нравится по крайней мере то что я сейчас вспомнил потому что я никогда не готовлюсь к вопросам заранее потому что я хочу быть с вами честным и вот так вот сразу делиться поэтому что еще вежливость мне очень нравится вежливые люди не люблю хамов и я не люблю когда вообще мне грубят если кто-то из друзей грубит а это бывает очень редко но если кто-то мне грубит я прям я прям не могу вот я не знаю почему поэтому мне не нравится грубые люди позитивные но это я это уже сказал но пока так короче вы поняли какой последний фильм заставил тебя плакать и какие жанры фильмов тебе в целом нравится фильмы мне нравится тоже в основном все спокойные последний фигурами заставил плакать блин я я только я только могу вспомнить фильм криво смотрел вообще год назад по моему в самолете я прям сплакнул я редко на самом деле плачу над фильмами но такое иногда бывает и а я два момента помню я плакал над фильм точнее не то что плакал а проронил слезу от фильма виновата звезды я летел в самолете из гуанчжоу москву рядом со мной сидел какой-то мужик и там был момент какой-то очень такой прям драматический и я такой я сейчас расплачу я сейчас расплачусь я понимаю что он со мной сидит какой-то чужой мужчина я просто поворачиваться к окну а там закат и открытка короче это было забавно но мне там было смешно вспоминать и я плакал не за и говорил ли я вам но я смотрю сериал анатомию страсти какая-то была серия в анатомии страсти прям сплакнул вот а так я редко плачу над фильмами я не стесняюсь плакать и я считаю что плакать для любого человека нормально это кстати на всех случаев говорю так что я просто редко плачу над фильмами но в целом по жизни я легко могу заплакать и выплакать все и так далее и абсолютно не стесняюсь потому что этого никто не должен стесняться потому что мы люди и эмоции у нас примерно устроены одинаково моногамия или полигамия отдавать себя всецело одному человеку или не ограничивать себя и других а для тех кто не знает моногамия это когда у вас один партнер и больше никого у вас нет полигамия это когда у вас много партнеров для себя наверное я так думаю я я не вижу себя в полигамии мне бы хотелось отдавать себя одному человеку и чтобы человек отдавал всецело себя мне но моногамия или полигамия если это был вопрос мне то я ответил но в принципе моногамия или полигамия она устанавливается среди партнеров если партнерам комфортно что у них есть еще и другие партнеры под то это окей для меня, потому что каждый сам для себя решает. К сожалению, в нашем ханджеском мире, а наш мир жутко ханджеский, жутко, очень много полигамных людей, но все это скрывают. То есть вы прекрасно знаете, что есть мужья, которые изменяют их огромное количество, есть жены, которые изменяют их огромное количество, есть парни и девушки, которые изменяют их огромное количество, но все про это молчат, делают втихаря, изменяют втихаря. И это не есть хорошо, конечно же, вы все прекрасно знаете. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мир был более открыт, и, я не знаю, в идеале нужно договариваться, если вам тяжело в отношениях с человеком в плане секса, то есть вы хотите еще с кем-то заниматься сексом, лучше бы мы это все делали открыто, мы, я имею в виду не я, а человечество. Я ничего не имею против полигамии, потому что это было всегда, это будет всегда, просто я за открытость, так комфортно всем. Как перестать зависеть от чужого мнения? Довольно-таки сложный вопрос, мы все в той или иной степени зависим от чужого мнения. Я зависим от чужого мнения ненамного, но в любом случае, периодически, если я ловлю на том, что меня расстраивает чужое мнение, я иногда впадаю в какую-то такую апатию, и как перестать, нужно просто быть более самоуверенным. Самоуверенный человек менее зависим от чужого мнения, и это в себе нужно воспитывать. Вообще, над собой нужно всегда работать. Я постоянно работаю над собой, над своими чувствами, над своим контролем, над своими мыслями. Если вы хотите быть осознанным человеком, если вы хотите прожить осознанную жизнь, то лучше постоянно над собой работать, и работать над своей самооценкой в комплексе. Самооценка зависит, наверное, от многих вещей, от того, чем вы занимаетесь, любите ли вы свое дело, любите ли вы себя, свою внешность, и вот над этим маленькими шагами нужно работать. А так, в целом, я расскажу простую истину. Чужое мнение, да пошло оно к черту. Какая вам разница, кто о вас что думает? Это никак не повлияет на вашу жизнь. Просто... И все. Потому что вокруг меня говорят куча фигни, и если бы я думал каждый раз о чужом мнении, то я бы сейчас не сидел бы здесь и не разговаривал бы с вами. Так что пытайтесь забить на чужое мнение и больше работать над собой, над своим отношением к себе, над своим любимым хобби и так далее. И все изменится. Следующий вопрос. Нашел ли ты себя в жизни? Частично. Полностью я пока в поисках себя, в поисках того, чем я хочу заниматься. Мне нравится пока то, что я делаю, то, что я снимаю видео, мне нравится то, что я путешествую. Мне нравится то, что я изучаю этот мир, мне нравится то, что я... То, какую работу я проделал у себя в голове, со своей жизнью, со своим характером, со своими мыслями. Но много еще впереди. Какой был самый странный, казусный случай за все время путешествий? Самый жуткий случай. Совсем забыл про чай. Вот в этих вопрос-ответ, когда я завариваю себе чай, я вечно про него забываю. Самый ужасный случай во время путешествий связанный с потерями. И одна из самых больших потерь во время путешествий, это то, как я потерял паспорт. Загранпаспорт в путешествии в Грузии. Когда я должен был поехать из Грузии в Стамбул, из Стамбула в Китай, я потерял паспорт в Грузии. И потом очень долго восстанавливал его в России. И у меня есть депрессивное видео вообще про свою жизнь в тот момент. Потому что у меня в тот момент была жуткая апатия, и вообще все как-то было странно в моей жизни. Я оставлю ссылку внизу на это видео, оно называется, по-моему, мой жуткий март или что-то такое. Посмотрите, это было полтора года назад, я потерял паспорт. И вот, наверное, это было самое странное и жуткое во время путешествий. Следующий вопрос. Привет, Касек. Ты очень интересная личность. Когда ты устаешь от всего происходящего в жизни и начинаешь депрессировать. Если да, то как ты справляешься с этим и как ты расслабляешься? Ох, очень часто у меня такое бывает. Я вам сразу сказал, что я очень меланхолич на самом деле по жизни человека. То есть я, да, я веселый. Каждый день у меня бывает веселое настроение. Но в то же время мое настроение очень скачет. Я бываю очень веселым и в то же время апатичным. Я не могу сказать, что у меня была когда-то депрессия, именно клиническая депрессия. Я думаю, что нет. У меня никогда не было прям такой депрессии, депрессии. Если у вас есть депрессия, то нужно обращаться к специалисту Вообще, я много раз говорил, что обращаться к психологу, это не постыдно Если у вас что-то случилось, то вы можете обратиться к психологу Просто единственная проблема в нашей стране, это найти адекватного психолога Это правда проблема Что касается меня, не могу сказать про депрессию, но могу сказать про жуткую апатию У меня бывает периодически такая сильная апатия Что я делаю? Я бываю периодически один, думаю обо всем, читаю книги Фильмы не смотрю, почему-то, когда у меня апатия, меня раздражают фильмы Я слушаю музыку и общаюсь с друзьями А еще я люблю гулять по городу, просто вставлять наушники, надевать наушники, гулять по городу Сидеть в кофейнях, работать И еще говорят, помогает спорт Так что, если у вас депрессия, апатия, то можно начать бегать, например И я думаю, это вам поможет Следующий вопрос Собираешь ли ты перейти полностью на викторианство? Или планируешь оставаться пока пискотерианцем? Для тех, кто не знает, у меня пискотерианское питание Это означает, что я ем рыбу, морепродукты, но не ем мясо, курицу Имею ввиду курицу, говядину, свинину и все, что угодно Все, что связано с мясом Но ем рыбу И пока мне комфортно, я так уже живу 5 лет Точнее, не то, что пока, а мне очень комфортно Я не собираюсь как-то менять свое пока питание Что касается вегетарианства, я не знаю Я не думаю, что я сейчас хочу перейти на вегетарианство Но я сейчас стараюсь чаще питаться вегетарианской и веганской пищей Допустим, чтобы у меня целый обед или целый ужин был веганским или вегетарианским Больше даже веганским, наверное И я себя классно чувствую Мне очень комфортно после вегетарианской еды, после веганской еды Так что, да Пока я в каких-то таких поисках себя Но то питание, которое у меня сейчас есть, мне безумно нравится Мне очень комфортно И многие просили снять видео про мое питание Я пока как-то не очень хочу Вообще, питание это как религия И довольно-таки сложно снимать на эту тему видео Поэтому, может быть, когда-нибудь я соберусь с мыслями И вот сниму про свое вегетарианство Почему я отказался от мяса и так далее и тому подобное Следующий вопрос Хочется измениться, развиваться и стать интереснее Касё, с чего начать? Довольно-таки необычный вопрос Я вообще думал, включать его или не включать С чего начать? Начни с самообразования хотя бы Походи на какие-нибудь кружки, поучи языки Чем более мы образованы Чем больше у нас есть разных интересных хобби Интересных занятий Чем больше мы читаем Чем больше мы слушаем Чем больше мы смотрим Чем больше мы общаемся Тем интереснее мы Поэтому, наверное, нужно как-то с этого начать Увлекайся, впитывай в себя всю информацию И ты будешь интересным Это я так, я так вижу Как я пытаюсь саморазвиваться Расскажи о своих чертах характера Предельно честно Конечно же, и о минусах, и о плюсах О плюсах Я доброжелательный Я воспитанный Я умею принимать людей Я открытый Я... Ох, как я люблю нахвалять себя Я люблю... Я люблю восхищаться Я интересуюсь очень многими вещами Я... Умею ценить людей Наверное, как-то так Наверное, можно еще больше говорить Но минусов у меня тоже очень много У меня очень сложный характер У меня... Иногда бывает агрессия Я... У меня очень сильно скачет настроение Иногда, когда я с кем-то ругаюсь Я не могу сдержаться И могу наговорить очень много гадостей И потом жалеть об этом Я пока не очень могу контролировать свои эмоции К сожалению Над чем я работаю И вот этот... И вот этот вот неконтролируемые эмоции Они мешают мне общаться с людьми Потому что иногда на эмоциях Я могу наговорить чего-нибудь плохого И... Испортить отношения с человеком Так что... Ну да И я эгоистичен Это тоже мне не очень нравится Иногда я бываю жадным Мне это тоже не нравится Вот Так что как-то так Но над минусами я работаю А и над плюсами тоже С какого возраста я начал зарабатывать деньги? По чуть-чуть я начал зарабатывать с 19 лет Но полностью обеспечить себя с 21 года Что бы вы назвали главным успехом своей жизни на текущий момент? Главный успех моей жизни на текущий момент Наверное, вы... Мой канал Мои путешествия То есть то, что я могу жить такой жизнью В которой я живу То, что я могу путешествовать То, что я могу... То, что у меня свободная довольно-таки жизнь И я очень рад, что я смог себе ее построить Я горжусь тем, что я смог построить себе такую жизнь Мое достижение – это китайский язык И опыт работы в Китае Так что... Прям вот за это я очень рад Как ты относишься к андрогинности? Считаешь ли, что мужчина должен быть мужественным, а женщина – женственная? Нет Я считаю, что каждый должен быть тем, кем он хочет быть Андрогин – это индивид, обозначение гендерной роли которого не подходит однозначному определению ни феминности, ни маскулинности Это означает, что андрогин – он не подходит под мужчину и не подходит под женщину То есть не подходит ни под один гендер У меня сдвинулась камера, и я надеюсь, что она сейчас не сядет, но, скорее всего, она сядет То есть получается, андрогин – это что-то среднее между мужчиной и женщиной Опять же, между теми мужчинами и женщинами, которые приняты у нас в обществе В том или ином социуме И, естественно, я отношусь нормально Андрогинность – это абсолютно нормально в природе, абсолютно нормально в нашем мире Конечно же, у меня села батарея Я мастер того, как подготавливаться к видео Я не знаю, что там записалось Но я говорил то, что андрогинность – это абсолютно нормально И вспомните про то, что я говорил, что мы все хотим быть счастливы И давайте просто позволим каждому из нас быть счастливыми Так вот, перед тем, как не любить кого-то Перед тем, как относиться к кому-то негативно Изучите различные исследования Статьи на эту тему И вы поймете, что вы ошибаетесь Поэтому просто позволим друг другу быть счастливыми И мне не за что плохо относиться к андрогинным людям И последний вопрос – традиционный просто вопрос Он всегда, когда я прошу вас задать вопросы Ну, как вы зарабатываете на жизнь, чтобы путешествовать? Или родители богатые? Когда мне говорят про богатых родителей, мне хочется Но я не буду, потому что я же вам говорил, что я воспитанный Поэтому я не буду так делать А про то, как я зарабатываю, есть целое видео Я оставлю ссылку внизу Посмотрите на него, пожалуйста И никакие богатые родители мне не помогают У меня нет богатых родителей Нет богатых родителей К сожалению, на этом вопросы заканчиваются Спасибо за то, что вы задаете мне вопросы Также не забывайте подписываться на мой инстаграм Как я уже говорил На мой телеграм-канал, если вы этого хотите Всем пока! Скоро будет видео из Китая А чай правда вкусный А еще я снимаю в трусах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!